Дорога на родник. Едем за водичкой на родник. И вот такой красивый лес. Сейчас уже немножко подтаяло. Температура плюсовая. А когда снег шел, было еще красивее. Лес красивый. Ты здесь готов. И вот такие тут повороты. Дорога, конечно, не чищена, но так как температура плюсовая, то ехать можно. Когда подморозит, тут будет гололед. И лес по обеим сторонам. Красивый лес. Приедем на родник. Я покажу вам родник. Подпрыгиваем на дороге. Вот такой лес. Лес в этих местах красивый. И елки тут. Ну, здесь смешанный лес. И березы, и елки, и лиственные деревья. И повороты такие крутые. Это лесная дорога. Дорога это идет на лесной заповедник, да? Мы были в лесном заповеднике на экскурсии. Там оборудована площадка специальная, смотровая. Дорожка вдоль речки. По лесу проложена такая деревянная дорожка. Трапы такие деревянные. Красивая. Лес красивый. Речка там красивая. Вообще места очень красивые. Но сейчас мы едем на родник. Это намного ближе. И здесь уже снегу побольше. И вот на ветках, на елках такой снег лежит. Не потаял. И здесь вот деревья все в снегу. И дорога поворачивает. Здесь повороты, повороты и повороты. Ну, теперь уже скоро приедем. Скоро приедем. И будем на роднике. Мы берем воду для питья. Берем воду. Вода хорошая, вкусная. Родник освещен. Стоит машина на дороге. Проверяют линию. Электропровода. Был сильный снегопад. Возможно, и оборвало где-то провода. Смотрят, проверяют. И вот здесь такие елки. Здесь по дороге встречаются деревни. Но теперь уже, конечно, они мало заселены. Раньше в деревнях много было народу. И теперь уже народу мало в деревнях. И грибов здесь много летом. Летом сюда за грибами приезжают. Ну, смотря какой год. Этот год, прошлый год, был не грибной. Лето, вернее. Было не грибное. Грибов было мало. Собирали, конечно. Но грибов было мало. И вот такая погода. Стоит туман. Не то, что сильный туман. Но такой слабый туман. А ночью был сильный туман. И вот такая дорога. Дорога, повторяю, нечищенная. Лесная. Они и забывают. А сбоку вот такой вид на лес. Мы немножко быстро едем. Поэтому мелькают ёлки и деревья. Подъехали к роднику. Сейчас спустимся. Будем воду набирать. По этой дороге мы приехали. И здесь даже вот указатель стоит. Святой источник с часовней. Амбросия Опчинского. Я ещё раз говорю, что источник этот освещен. И вот такой лес тут. Там ручеёк протекает внизу. Вот такой вот лес. Сейчас вот снег нападал. Держится ещё. Вчера было больше снега. Но сегодня уже поменьше. А вид на лес всё равно красивый. Красиво очень. Но тепло. Из-за этого, из-за того, что много снега, туман над лесом. И здесь вот такая часовня. Здесь можно зайти, помолиться. Ну, желающие, кто верит, тот может помолиться. Можно даже иконочку оставить. Это лес около родника. И, собственно, вот из леса и вытекает эта водичка. Но она чистая. Она чистая. И все берут здесь воду. Это вот купальня. Здесь на крещение купаются. Кто хочет, желающие, переодеваются. Вернее, здесь переодеваются, а купальня дальше. А это сама купальня. Здесь окунаются. И летом можно окунаться. Сейчас не знаю, есть ли у кого желание. Но на крещение окунаются. Вот раздевалка там переодевается. И сам родник вот течёт. Можно и сейчас, да? Ну, я не знаю. Я не видела желающих, чтобы сейчас тут окунались. А это вот ручеёк, который течёт. Ну, сам родник называется. Святой источник называется. И часовенка. Вот часовня. Поставлена она не так давно. Здесь оборудована. Вода вытекает. Набираешь водичку. Стоит ковшик. Можно воды попить. Ну, вот получается, что такой родник. Сюда и зимой, и летом приезжают люди. Набирают воды. Много набирают. Вода хорошая. Вкусная, чистая. И вот такие ёлки тут растут. Вот до самого неба. Места эти заповедные. Также они охраняются государством. А вот эта осина, да? Высокая-высокая. И ёлки высокие. И вот такое место. Лавочки, засыпанные снегом. Поддерживается, конечно. Но хотелось бы, чтобы лучшая поддерживалась. Лавочки добротные. Они из брёвен выписанные. Или вырубленные, как правильно. Ну вот, муж сказал, что выше ёлок – это осина. Видите, она даже ёлки обогнала. Такое высокое дерево. И такие ёлки. На крещение здесь столько народу, что ступить негде. А, выехали. Нет. А водичка течёт. Ручей журчит. Вот тут по этому желобу. Это в купальню. Потом из купальни дальше в лес вытекает вода. Монетки кидают в купальню. А здесь вот дальше отсюда уже течёт ручей. Вид на лес вот на другой стороне дороги. Вообще лес здесь такой сказочный, можно сказать. Там дальше где-то есть старая мельница. Но к ней сейчас не пройти. А летом нам всё некогда туда сходить. И вот здесь около дороги вытекает ручей из речки. Река дальше. И здесь когда-то до революции была старая мельница. Остался только остов. Но вот он не очень хорошо виден. Ну вот такое место. Была старая мельница. И далеко в лесу там, ну не то, что далеко, дальше. Жернова там ещё остались. Говорят, что жернова остались. Мы туда не ходили. Это надо будет летом как-нибудь сходить. Сейчас, конечно, по такой погоде. Или осенью, когда сухо будет. И слышно, как вода шумит. Вот слышно, как вода шумит. Ну а дальше... Вот я сейчас пройду. И что там дальше видно? Ну видно, какая-то плотина осталась, потому что вода шумит. Вода течёт дальше. Ну и хотелось бы посмотреть. На мельнице, конечно, не осталось. Хотелось бы на эти жернова посмотреть. Они говорят, они тут есть. Надо будет летом посмотреть. И вот здесь такая картина. Вот такой лес. И слышно, как вода шумит. А ручей, он и дальше протекает. Вот только я не знаю, куда сверху, с этой стороны течёт или с той. Это надо посмотреть. Скорее всего, отсюда протекает. Вот такая история. И вот начинается с той стороны и течёт на эту. А когда посмотришь отсюда, кажется, что с этой стороны течёт. Но я в этих местах редко бываю. Поэтому я не знаю, что откуда течёт. Но вот такой ручей. И мельница когда-то была. Вот такие деревья. Тут и ёлки есть. И лиственные деревья. Летом очень много здесь грибов. Очень много грибов. Ну вот внизу тут ветровал. Это когда был ветер. И ветром наваляло. Это было давно. Вот видите, там пологое место. Места грибные. Ну, в грибной год, конечно. В этот год было сухо. Так и грибов не очень было много. Можно сказать, что их и не было. Спасибо.